Девушки отдыхают В настоящем царстве шоколада в Гомеле. Это крупнейший производитель кондитерских изделий в нашей стране. Вафли, конфеты, печенье, карамель здесь создают по особым традициям вот уже 90 лет. А сладкая продукция этой фабрики популярна и любима не только белорусами, но и востребована более чем в 20 странах мира. Великолепный аромат какао-бобов и поток конфет впечатлил звездный теледесант. С удовольствием изучали тонкости производства. Вот! Что мы пакуем? Попробуешь? Наконец-то! И заряжали эндорфинами работников как настоящий горький шоколад. Мечта каждого ребенка попасть на шоколадную фабрику. И моя мечта сегодня сбылась. Я посмотрел, как происходит процесс приготовления тех самых вкусных сладких конфет. Когда девушки воскликнули «Вах!», я сказал, да, надо вам делать парфюм, который будет как раз-таки с таким же запахом, ароматом, как шоколад. Приходишь на свидание к девушке, тут побах такой парфюм. В общем, предложил главному руководителю, надеюсь, они примут информацию. От шоколадной кухни к кухне телевизионной. Бригада телеканала СТВ, ведущие Дмитрий Кахно, Саша Каштанова, Юлия Александрова с радостью пообщались с работниками кондитерской фабрики. Рассказали и показали то, что обычно остается за кадром. Нехормальное общение, обсуждение любимых программ и презентация нового проекта «Я шагаю по стране» впечатлила кондитеров. Этот документальный сериал – 8 страниц, 8 томов, разнообразная история жизни Беларуси. Наука, медицина, культура, геополитика и многое другое. Путь от БСССР до Республики Беларусь. Изменения и перспективы. Журналисты постарались делать много удивительных материалов, так что не переключайтесь. Какие же программы в фаворитах у публики, узнаем сейчас. Программа «Утро». Ведущие очень интересно ведут программу. Программа «Поющие города». Она очень такая разноплановая, разнообразная. Очень интересная жюри в программе. Очень много интересных номеров. Действительно, вот эта студия хорошего настроения поднимает нам настроение с самого утра. Мой отец вообще фанат автопанорамы. Он меня подсадил на них. Я как-то приехал тоже домой, и как раз у меня машина сломалась. Я смотрю, идет автопанорама именно с моим автомобилем. То есть у них идет тест-драйв и все такое. И представляете, мне помогло по передаче сделать свою машину. И на десерт замечательный музыкальный концерт для кондитеров. Очаровательная Светлана Агарвал с зажигательными индийскими танцами, душевный шансон от Сергея Славянского, баянист-виртуоз Виталий Воронко, Сергей Лапковский, Эван Рай. Зрители танцевали, сидя в креслах и подпевали в такт любимые песни. Прекрасный праздник. Спасибо каналу СТВ. Все было круто. Приезжайте к нам еще. Просыпаемся по утрам со студией хорошего настроения. Канал СТВ сделал нам подарок такой. Ну, я всем довольна. Особенно баянист. Невероятный взрыв эмоций положительных. Такое настроение вообще шикарное, что просто, наверное, заполнится надолго. Именинник СТВ не только теплые слова, но и сюрприз в фирменный торт. Сделать теледесант и визиты на предприятия традиции было бы здорово. Кстати, хорошая идея. Потому что артисты, ну, часто, которые выступают на телевидении, они, ну, так и остаются в телевидении, и зритель не может увидеть их такие, какие они есть в жизни. Можно сегодня рассматривать вопрос и традиционные встречи организовывать. Они действительно и полезны, и заставляют, в том числе и наших людей, которые заняты на предприятии, по-другому взглянуть на происходящее вокруг. И не только жить с заботами предприятия, но также быть приобщенными к той культуре, которая сегодня у нас в стране имеется. И я думаю, что это только будет на пользу. В шоколадном царстве с радостью побывали Анастасия Макеева и Игорь Синюта специально для студии «Хорошего настроения».